Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас я зачитаю письмо, где-то буду останавливаться, дам какие-то свои рекомендации и также какую-то реакцию к рекомендации. Автор письма ждет и от вас в комментариях. Спасибо всем за внимание. Давайте приступим. Добрый вечер, уважаемая Галина. Помогите, пожалуйста, разбором меня раздражает. Моя мама. Очень хочется получить рекомендации от вас, как выжить с мамой на одной территории, когда очень тяжело. Как и многие украинцы, мы с моей семьей покинули родной дом и переехали в Европу. С мамой у нас с моих детских лет отношения не складывались, взаимоотношений не было никогда. И поэтому с 22 лет я живу отдельно. Но в беде мы никогда друг друга все равно не бросаем. Поэтому я и забрала маму вместе с нами. Ей 53 года. Конечно, период адаптации был тяжелым. Первое время, но маме было тяжелее всех, как она говорила. У нас не абсолютно разные характеры, взгляды, привычки. И что я считаю, это в принципе как бы нормально. Ну да, как бы никто не должен быть одинаковым. Мы никогда не сходимся во мнении. По любому поводу от этого все у нас споры и даже скандалы. Мама считает, что она всегда права. Правее всех в доме. И она имеет право всех учить, бесконечно критиковать и очень раздражает то, что даже если она ничего не знает, то продолжает доказывать свою правоту. В общем, первые полгода я думала, просто сойду с ума совсем. Стресс войны, другой язык, непонимание, что будет дальше, страх, да еще и на нервах начались ссоры с мужем, на которого я из-за страха, видимо, хотела взвалить всю ответственность. В этот период мама просто добивала меня своими слезами, капризами, постоянно грубила, плакала каждую неделю, угрожала, что уедет домой, что жалеет, что вообще уехала, да и еще подливала маслица в вагоне, что мой муж ничего не может, он не сильный мужчина и, конечно же, от этого наши разлады с мужем были еще сильнее. Я объясняла своей маме, что тяжело не только ей, что нужно сплотиться и помочь друг другу, поддерживать друг друга, и то, что я хотела ее спасти и вывести под мирное небо. Я понимаю, что ей страшно, и она скучает по дому, но если она будет вести себя как ребенок, то будет только хуже. К тому же у меня дочка есть, которая на тот момент была 8 лет, и у нее также был период адаптации и новая школа, что очень тяжело ей далось. А еще ко всему скандалы дома и ребенку очень сложно было находиться в такой обстановке. Я чувствовала, что у меня потихоньку просто едет крыша. Я впервые узнала, что такое депрессия, с которой я сама себя еле-еле вытащила. И, кстати, очень помогли ваши видео на канале. За что вам огромное спасибо, Галина. Ой, пожалуйста. Мне нужно было поддержать дочь, решать проблемы с отношениями, с мужем, которые начались в новой стране, а также поддерживать еще и маму. И мама по-хорошему вообще ничего не хотела понимать. То есть у мамы пошло огромное сопротивление. Я сразу давайте здесь останавливаюсь. Маму вырвали, мама особенный человек, скажем так. Ее вырвали из естественной среды, где она научилась свои особенности реализовывать морально-психологические. Я имею в виду, вы сразу говорите, мама трудная, я от нее в 22 года съехала. Вот эта вся история, да. Недопонимания с ней были. Ее максимально она попала в супердискомфортную ситуацию. Знаете, в какую? Уже два раза сказали маму ребенок. Где надо быть взрослой? Где брать ответственность за свою жизнь, работой, не так, как ты хочешь. Короче, ее вырвали из зоны комфорта. И наделили новыми, скажем так, обстоятельства, заставили ее принять новую роль взрослого, которую она не хочет. Что у вас диалог с ней, как со взрослой, пойми, прими, поддержи. По сути, отдай нам эмоции, да, обмен у нас будет, как взрослой, как по-партнерски. А она, не хочу, я закрылась, все только мне. Ругаюсь, склочусь. Короче, такая бу-бу-бу-бу-бу-бу. Понимаете, она, это ее защита. Я объясняю процессы. Максимальная от ситуации, которая не нравится, это ее защита. Она закрылась, она не хочет принимать действительность. И хочет максимально внутри сохранить то, как было у нее дома. Но я все равно старалась ее поддерживать, так как понимала, что она сломлена. Ну, вот оно и есть. Меня, в свою очередь, не поддержал никто. Соответственно, я не всегда могла себя сдерживать. Стала более вспыльчивой, нервной. И это очень влияло на отношения с дочкой, на мою личную жизнь. И впоследствии отношения с мужем сильно испортились, конечно, не только из-за мамы, но из-за этого всего. Вот это одна из причин. У меня были срывы и моменты, когда мне хотелось забрать ребенка и уехать куда-то вдвоем просто с ней. Очень сложно, имея проблему в личной жизни, еще и выяснять отношения с мамой, которая бесконечно добивает меня своими истериками и претензиями. Живем мы вместе в трехкомнатной квартире с ремонтом, со всеми удостовами. Слава богу. Но мама такой человек, которому вечно что-то все не устраивает, все не то и не так. Мой муж никогда не конфликтовал с моей мамой. Он ничего не имеет против нее. Мне никогда ничего не высказывало, что она ему мешает. Если моя мама пыталась ему читать морали, за то, что он всегда уважительно слушал, либо уходил от разговора, мама всегда лезла во все наши ссоры дома. Она просто выбегала из своей комнаты и нападала вместе со мной на него, когда мы с ним ругались. Я ей немного объясняла, что, мам, когда мы ссоримся, чтобы ее там вообще просто не было. И что мы с ним сами решим наши проблемы без нее. Супер, вы молодец, умничек. Мне кажется, вы слушаете не только меня, но и всяких психологов. Прямые взаимосвязи. Мой конфликт с мужем, конфликт с мужем, конфликт с мамой, конфликт с мамой. Третье лицо или передачки какие-то информации через третьих лиц не допускаются. Это только усугубляет положение. Это очень классное правило. Молодец, что придерживаетесь. Она каждый раз жалуется, что мы ей надоели со своими ссорами. На то, что я ответила, ну извини, это ты с нами живешь, а не мы с тобой. Я дала понять маме, что мы молодая семья и не должны подстраиваться только ради ее комфортно. Что здесь хозяйка я, а не она. И указывать мне в быту она не имеет права. Также я объяснила, чтобы она не лезла с воспитанием моего ребенка. Если у нее нет мудрости в отношениях с мужчинами, то не нужно меня настраивать против моего мужа. Потому что сейчас и так непростой период. В ее понимании мужчина должен и обязан, как будто это робот по решению просто проблем. Поэтому с моим отцом мама развелась, а после него ни с одним мужчиной не ужилась, так как ей все не те и не то. Потом она жаловалась, что ей надоело одной без мужика все самой делать. Но я ей ответила, что она диктатор и гнобит всех мужчин. Поэтому и живет одна. Мама слышит каждый шаг, каждый шорок, кто куда пошел, кто во сколько пришел. Слышит даже, кто что делает в другой комнате. Это просто кошмар какой-то. Соответственно, наша интимная жизнь с мужем стала просто никакой. Нет возможности расслабиться, не получается. И все нужно делать тихо. Муж тоже терпит, но молчит. Но часто раздражен. Я понимаю, что ей тоже не нравится жить с нами. Она вообще по жизни одиночка, которая любит сидеть дома. И прогулки, путешествия вообще ей не по душе. Ну и мне с ней уже невыносимо просто. А дома у нас война. А ей еще сложно дается иностранный язык. Она его учить совсем не хочет. Но при этом бесконечно жалуется на тяжелую работу в клининге. Что она очень устает. То есть язык учить не хочет для другой работы, чтобы общаться с людьми. Но работает поэтому в клининге, где говорить не нужно. Она жалуется, что язык учить не хочет, но жалуется, что работа ей не нравится. Чисто детская позиция. Ничего делать не хочу новое. Не принимаю. Не беру ответственность. Не учу новый язык. Но то, что есть, меня тоже не устраивает. И на самом деле она ждет, когда вы решите ее проблему. Она очень устает. У нее все болит. Хотя она всю жизнь была работягой, активной, готовила. И вообще она всегда говорила, что это я ленивая, а не она. На данный момент, спустя два года, мне все-таки удалось что-то донести до мамы. Установить свои границы. Но на это ушло столько моих нервных клеток. Моего здоровья просто бесконечных разговоров. Мама поняла, что указывать, как мне жить у нее, не получится. И лить куда не нужно тоже. Но она все-таки позволяет это себе. Пусть даже уже и редко. Это уже хорошо. Вы видите результат своего правильного поведения с мамой. Умничка. Дошло до того, что она приходит вечером с работы, а я ей даже не рада. Грустный смайлик. И когда в выходной все дома, так хочется уединиться со всей семьей. Своей семьей. Или чтобы она вышла в парк с внучкой, а мы с мужем уже нормально сексом занялись дома. Она сидит дома и не уходит. У мамы даже нет понимания, что нужно хотя бы иногда давать молодым уединиться. Потому что у мужа один выходной в воскресенье. И с работой он вообще-то в будний приходит с 9 утра до 10 вечера его дома нет. Соответственно, мало времени проводить время вместе. А мама и так у нас сидит на голове и в каждой бочке затычка. Вот так и живу и борюсь с ней. Галя. Но у меня ведь нормальные желания и потребности. Или я плохая дочка, что так отношусь к своей маме. К сожалению, сейчас финансово мы не можем себе позволить разъехаться с ней. Так как мама одна не потянет свое жилье, а мы ей не можем финансово помочь. Потому что мы еще налаживаем работу и жизнь здесь. Пока так и живем. Меня очень смущает, что меня раздражает мама. И даже если у нее что-то болит или она уставшая, я сама себя виню за это. Что так нельзя. Но с другой стороны, так хочется жить свободно своей жизнью. Быть единственной хозяйкой у себя дома. Мама не занимается бытом, так как устает на работе. Но при этом квартира у меня, что меня критикуют, что в квартире я не так убираюсь, не так отвечаю. Ой, в общем, я и говорю, тогда делай сама, раз не нравится тебе моя уборка. Еще когда мы ездили куда-то с семьей, меня часто мучает совесть. Когда мы ее не берем с собой. Хотя я понимаю, что имею право ездить отдыхать без нее вместе со своим мужем. Но с другой стороны, мне хочется, чтобы она где-то побывала. И что то, что видела, что-то увидела, а потом думаю о том, что и нам с мужем нужно побыть наедине. Ну, в общем, естественно, большую часть времени я провожу с дочерью. Как не разорваться и сохранить баланс, я уже не понимаю. Калина, пожалуйста, подскажите, как не реагировать на критику, не разрываться между членами семьи, не иметь чувства вины за то, что я не угодила маме. Ну, смотрите, чувство вины, видимо, приобретенное. Это мама дает почувствовать, прикоснуться к этому. Я думаю, что чувство вины — это манипуляции мамы не только к вам. Возможно, она по жизни манипулятор. И она это к другим людям как бы применяет. Вы все делали правильно. Я скажу, продолжайте делать правильно. Первое, про маму механизм я рассказала. Мама явно в позиции ребенка, и она до сих пор в обороне. Дело не в войне и в этих двух годах. Вот это ее уединение со своей токсичностью, скажем так, что у нее не срослось с другими мужчинами после вашего папы, это тоже показательно. Она очень трудный, тяжелый человек, и ей, скажем так, тяжело ужиться с другими. У нее есть свои качества определенные, напрягающие, тяжелые для других людей. Поэтому она и уединилась, и в себе как бы в своем коконе жила. И она это обустраивала годами, находила вот эту свою зону комфорта. Обстоятельства вырвали из зоны комфорта, и она максимально ершится, конфликтует, свои качества не лучшие показывает. И она в позиции ребенка остается, она хочет оставаться в этой позиции. Она не хочет быть взрослой. То есть вы с ней говорите на разных языках. Мама, ребенок, желающий брать ответственность, взрослеть в этой ситуации, хотя я 53 года, да, она хоть это как было раньше. А вы в позиции взрослого общаетесь. Вы там вот у детей родили, с мужем на коротком языке общаетесь, вы молодцы. Обсуждаете, скажем так, свои проблемы. Вы границы расставляете, знаете, как с мамой правила завели общаться. Что-то ей там... Короче, вы взрослая. У вас депрессия была, потому что у вас выгорание было. Вы сказали, меня никто не поддержал. Все с меня только тянут, я только отдаю. Мне ничего в семье не возвращается. Ну, может быть, только у дочки там любовь, какая-то обнимашки вы с ней больше времени проводите. Да, неудивительно, что у вас это произошло. Нельзя же быть постоянно мотором, который производит энергию. Это нереально просто. Знаете, что я хочу отметить? Мы семья. То есть мама у вас отдельно от вашей семьи. Если мы берем логические психологии, это правильная постановка личных границ. Но мы не забываем, что мама и была частью моей семьи когда-то. Она же меня родила. Если бы она меня не родила, не воспитала, то сейчас бы мужа и ребенка у меня бы не было. У меня бы просто на свете не было. Правильно? Смотрите, первое. Мы не переделаем маму. Она со своей позиции ребенка жертва. Пусть она в ней остается. Не требушите, не требуйте от нее, как от взрослого на уровне с вами человека. Проблема ваших нервов, что вы их тратите, вы от мамы ждете реакции, как от взрослого партнерского человека. И это не про нее. Она ребенок. Примите. Она на уровне вашей восьмилетней, уже десятилетней девочки, дочки. По капризам, упертости какой-то. Какое правило можно вести? Мама очень чувствует себя тоже дискомфортно, отвергнута. И без своей зоны защиты комфортно. Она сейчас чувствует тоже здесь лишней. Она чувствует себя ненужной. Все вокруг не то и не так, как она хотела. У нее дом, это ее ячейка была, зона комфортная, и было хорошо. А вы еще четко ограничиваете, что она вот с, короче, навязыванием своего поведения, как в детстве с вами, каждой бочке затычка, вот это все, что вы рассказываете, все контролирует. Ну, так она пытается влиться в ваш коллектив, участвовать, доминировать где-то. Потому что по-другому нет, у нее сама оценка проблема. Не надо именно доминировать, а агрессировать. И вот это все сверху, сверху, сверху с этой позиции. Маме нужно тоже почувствовать частью этой семьи. Никак не крутите, вы живете все равно вместе. Да, это временно. Сделайте, типа, график. Знаете, одно воскресенье мы чисто вот прям вот сядьте, обсудите с семьей. Открыто всех соберите, маму, мужа, дочку. Берем лист. И типа, так, друзья, вы чувствуете напряжение в семье? Вот так, вот так, вот тут не каждому. Мама, ты там такая-то плохая, хочешь, там, подслушиваешь, что-то везде лезешь. А ты, там, муж, там, раздражаешься. Мы на личности не переходим. Мы говорим, в общем, про семью, про коллектив, который сейчас проживает на этой территории. Неважно, кто там кому, сват, брат, мать, муж, дочь и так далее. Не дробим так про эти речи. Объединяющая у вас все равно, вы семья сейчас в этой территории. Вы обсуждаете. У вас должен быть график. Вот, например, для примера это неприказной тонн. Давайте, чтобы всем было хорошо, чтобы мы не срывались, не ругались, сделаем такие правила. Типа, первое, вот давайте вот одно, там, воскресенье. Полдня бабушка с внучкой идёт, там, гулять, что-нибудь такое, да, какие-то интересы закрываются. После обеда бабушка остаётся одна дома. Мы идём там куда-то. Например, я беру дочку, мужа, там, как-то по времени, да, нашей, типа, семьёй, вот как вы хотели. Бабушка тоже, ей тоже хочется одной дома побыть. Если что, ей тоже хочется без внучки где-то побыть. Её личное пространство. 53 года вообще-то. Это такое возрасте, у меня вообще молодая. Бабушкой-то как-то назвать, знаете, ругой язык не поворачивается. Это очень молодой возрасте. Надо распределить. У каждого должен быть какой-то индивидуальный отдых. Одинокий. Каждому нужно своё пространство. И маме, и вам, и супругу вашему где-то. Вот четыре выходных, например, четыре воскресенья. Распределите. Дайте мужу тоже где-то побыть одному. Ёки-палки. Дайте ему отдохнуть. Когда вы с мамой и с дочкой куда-то сваливаете в парк или ещё что-то, чем-то занимаете, что-то придумаете. Вам надо вот это воскресенье, выходное, для разряда обстановки распределить. Если мама не хочет, она прям в оппозиции жёсткой, то ну вот так, да, пусть остаётся одна дома. Это для вас красный свет того, что мы спокойной совести. Мы маме предложили, она отказалась, поэтому мы без неё имеем право там куда-то выйти. Вы делали всё правильно, продолжайте в том же ключе. Одно вам точно скажу, что чувство вины у вас навешанное. Вы всё делаете правильно. Чувство вины, потому что мама даёт его почувствовать. Вы уже видите результат своей работы. И говорите, тяжёлыми нервами мне всё это удалось. Ночью делать легко не будет. Мама, в принципе, очень тяжёлая. Вы всегда это знали. Вы сейчас просто решаете проблему, которые бежали, по сути, даже 22 года уйдя от мамы. Вы бежали от этой проблемы. Чтобы с мамой это не решать, сейчас решаете. Лучше поздно, чем никогда. Маму ещё только 53 года. У нас с вами ещё будет в вашей жизни очень долго. И это самое время вот в эту кризисную ситуацию расставлять границы, правила поведения новые вводить. Всё будет нормально. У вас это всё увенчается успехом. Вы уже плоды своего труда видите. Продолжайте в том же ключе, короче говоря. А как вам не сойти с ума и это вывести? Побольше отдыхать одной, без дочери, без мужа, без мамы. Собраться и уйти просто одной в парк гулять. Вот честно скажу. Ваша проблема – это территория, выходные ваши и вот этот объединяющий фактор семейный. Там вы все и сталкиваетесь, у вас и проблема от этого. У вас нет много места, куда можно сбежать. На работу-то понятно. Но и одному побыть хочется, без работы отдохнуть. Залог вашего будущего счастья в семье – это продолжать так, как было, поддерживать свои границы и сделать себе зоны отдыха друг от друга, распределить правильно несчастные выходные воскресенья. Там суббота у кого-то ещё есть. Короче, что-то в этом порешать в вопросе. Спасибо всем большое за внимание. Очень много подобных писем за два этих года. Видите, часто встречаются. Я во всем желаю счастья. Это такой период тяжёлокризисный, когда всплывают наши личные проблемы. После большой трагедии, как война, например, мы переходим ещё и к частным своим проблемам. Вскрываются моменты, в которых мы бежали. Взаимоотношения со своими близкими и мамами, и мужьями, и детьми, и всякого всех по-разному. Вскрывается то, что мы очень хорошо зоной комфорта камуфлировали. К чему мы приспособились, что мы не хотели видеть. Так что я просто могу сказать, что лучше сейчас в кризис всё это сразу перелопатить, пережить. А когда закончится война, и другая жизнь всё равно начнётся, то это уже будут большую работу к этому моменту сделать. Новая жизнь будет новой, и вы будете. И будете вы в этой новой жизни счастливы. Чего я вообще всем желаю. Если кто-то хочет написать историю от анонима для подобного разбора на канале, инфобокс под видео, моя почта, тема письма, история от анонима. Кто хочет индивидуальную консультацию психологическую, то тема письма, консультация. В инфобоксе также ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Или кто хочет поучаствовать в лектории на тему здоровых отношений, 4 лекции в телеграме. Тоже пишите в комментариях. Скоро увидимся. Всем пока.